Встречался ли Сталин с Блаженной Матроной? Блаженная Старица Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых в России. Вспоминаем главные факты жизни подвижницы. Сон матери. Матрона появилась на свет в 1885 году в бедной крестьянской семье. Рождение четвертого ребенка обернулось настоящей драмой для родителей. Девочка родилась без глазных яблок. Отец с матерью было решили отправить дочку в приют, но матери приснился сон, в котором святая белая птица села ей на грудь в область сердца. После этого родители решили оставить дочку в семье. Любопытно, что спустя много лет Матрона часто учила не доверять сновидениям, не обращая на них внимания. Сны бывают от лукавого. Расстроить человека, опутать мыслями. Дымка над купелью. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской. Когда священник опустил дитя в купель, над младенцем образовалась легкая дымка в образе столба, от которой разносилось благоухание. Священник тогда сказал, что незрячая девочка станет святой. Интересно, что спустя несколько лет Матрона предсказала смерть крестившего ее батюшки. Нерукотворный нательный крест Матрона с самого рождения имела на груди выпуклость в форме креста. Старица считала, что ее нерукотворным нательным крестиком еще в детстве отказывалась надевать на шею обычный крест. Встреча с Иоанном Кронштадтским Будучи подростком, Матрона совершила несколько паломничеств к святым местам. К этому моменту она уже открыла в себе дар целительницы и предсказательницы. Существует предание о встрече в Андреевском соборе кронштадца 14-летней паломницы Матроны со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Согласно легенде, по окончании богослужения он публично обратился к незрячей девочке, которую видел впервые. «Матронушка, иди, иди ко мне. Вот идет моя смена, восьмой столб России». Потеря способности ходить В 16 лет у Матроны отнялись ноги. Интересно, что она предсказывала это событие. В одно из богослужений в храме к ней должна была подойти неизвестная женщина, которая и отнимет у нее способность ходить. Так все и произошло. Потом Матрона говорила «Я не избегала этого». Такова была воля Божья. Предсказание Матрона предсказала два трагических события в истории России – революцию и Великую Отечественную войну. Так еще в 1899 году старица говорила «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». Все бросят землю и побегут кто куда. Накануне Второй войны Матрона журила своих близких. Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит. Встреча со Сталином Существует предание, что накануне битвы за Москву в 1941 году Иосиф Сталин тайно посещал Блаженную Матрону. Якобы старица благословила главу страны и вскоре немцы были отброшены от Москвы. Интересно, что эта встреча запечатлена в клеймах нескольких житийских икон Святой Матроны. Если вы знаете еще какие-либо факты про Матрону, пожалуйста, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok